Торжественные мероприятия по открытию вахты памяти традиционно состоялись у стеллы воинской славы. Десятки школьников, студентов и кадетов собрались здесь, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это движение, движение постовое в нашем городе объединило всех. Школьников, студентов, неравнодушную молодежь нашего города. Мы твердо знаем, что мы наследники великих побед. Мы твердо знаем, что в наших руках будущее и мир. В нашей стране, на нашей Кубани, в нашем замечательном городе, в городе-курорте Анапас. Пост номер один – это связующая нить между поколениями. Здесь, у стеллы воинской славы, застыв в почетном карауле, ребята в полной мере осознают причастность к истории нашей страны, к ее прошлому, настоящему и будущему. Перед тем, как заступить на пост, участники движения принимают присягу. Показать юнормейцу будет достойным бессмертия наших дедов, отцов, старших товарищей. Клянемся! 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 Многие школьники принимают участие в вахте памяти уже не первый год. Забыть прошлое – значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. И юные патриоты в полной мере осознают это. Второй год принимаю, но потому что я патриот, потому что мне нравится это движение, нравится форма с движениями, которые сейчас происходят в нашей стране, в том числе юнармия и все остальное. Я считаю, что оно возрождается, поддерживается. 21 сентября – это не только день освобождения Анапы. Сегодня на всей планете отмечается Международный день мира. В честь этого праздника участники митинга выпустили в небо десятки бумажных голубей, как символ жизни, в которой не должно быть войны.